всем привет с вами танкист и сегодня в этом видео мы продолжим разговор о скольжении где и как его можно применять применять в атаке применять в обороне рассмотрим несколько методов его применения такие как метод атаки бомбардировщиков ворожейкина или как его еще называют скольжение ворожейкина скольжение приведение огня по воздушным целям скольжение при атаке наземных целей курсовым вооружением скольжение при бомбометании и немного затронем вопрос о скольжении во время обороны во время воздушного боя и перейдем к первому методу применения скольжения во время атаки это скольжение ворожейкина заключается этот метод следующий мы находимся сзади сбоку от бомбардировщика желательно в одной плоскости при этом находимся в ракурсе самым неудобным для стрелка то есть вести по нам огонь будет наиболее неудобно при приближении к противнику на расстоянии порядка 250 200 300 метров необходимо совершить манер в сторону противника выровнять крылья дать противоположную педаль и начиная от края крыла произвести зажать кашетку произвести стрельбу по всей так скажем задней широкой полусфере бомбардировщика при этом необходимо учитывать что чем ближе мы пройдем от бомбардировщика тем меньше будет разброс наших снарядов тем большее количество модулей мы сможем поразить у бомбардировщика и тем меньше будет времени у стрелка на то чтобы прочитать наш манер и открыть по нам прицельный огонь должен отметить что на освоение данного способа атаки бомбардировщиков может уйти очень много времени потому что он не так просто кажется он требует с координером движения ручка управления самолетом педалями а также достаточно точной стрельбы но при этом он позволяет нам вести огонь как бы с 6 до 100 в относительной безопасности от огня стрелков и достаточно плотно поражать цель следующий момент который мы разберем это влияние скольжение а точность нас же стрельбы по воздушным ценам смоделируем небольшую ситуацию противник убегает от нас по нулям мы пытаемся его догнать соответственно мы находимся строго на 6 противник пытается не маневрировать чтобы потерять скорость уходить от нас по скорости казалось бы находясь строго с 6 почему бы не поразить противника но при наличии скольжения мы не сможем вести точный прицельный огонь то есть стрелять именно туда куда смотрит наш прицел и так вводим самолет скольжение я дал правую ногу и пытаюсь при этом навести прицел на противника стрелять прям по его фюзеляж и смотрим снаряды ушли правее еще разок снаряды ушли правее еще разок все их как будто ветром сносит теперь устраним скольжение и попробуем проделать то же самое дали левую педальку шарик в центре прильнули к прицелу навелись стреляем также по фюзеляжу использую только руть ручку управления самолетом наложу прицел а фюзеляж противника и открывая огонь цель поражена а происходит это из-за того что во время скольжения направление нашего носа и направление нашего полета и полета противника не совпадает то есть мы получается стреляем немного в сторону и в момент когда наши снаряды долетят до противника противник уже от них отлетает и из-за этого нам у нас есть ощущение что снаряды как будто сносит а когда скольжение нет мы просто стреляем противник вслед и рано или поздно один из снарядов хотя бы один снарядов своей цели достигнуть следующий момент о котором мы поговорим это работа курсовым вооружением по земле и применение скольжения для атаки техники которые находятся в колонне при заходе на нее перпендикулярно посмотрим как это происходит то есть мы строим заход перпендикулярно колонне колонна наша стоит на взлетной полосе строим заход таким образом чтобы нацелены были на приблизительно ее центр но за счет скольжения нос должен сместиться к концу колонны и во время открытия стрельбы мы просто отпускаем правую педаль нажимаем левую и вся техника получается уничтожен переходим к следующему моменту который я хотел озвучить в этом видео а именно это влияние скольжение на точность бомбометами что такое бомба бомба это авиационный снаряд свободного падения то есть туда куда мы его направим то есть направим своим вектором полета туда эта бомба не будет падать что это значит это значит что при выполнение бомба метания со скольжением когда что такое скольжения служения это разность между направлением нашего носа и скоростью и вектором нашего полета, то при выполнении бомбометания со скольжением наша скорость нашей бомбы, так скажем, да, и направление нашего носа не совпадает. То есть сейчас мой нос смотрит на цель, я бросаю бомбу, а бомба летит по направлению моего полета, а не туда, куда смотрел мой нос. В итоге бомба ушла левее, потому что мы скользили левым боком и мы промазали по цели. Попробуем выполнить такой же заход, но с включенными пилотажными дымами, чтобы нам понять, почему так происходит. Итак, включаю дымы, захожу на цель, ввожу самолет в скольжение и нос самолета направляю на цель. Прицел вроде бы прошел через наши цели, но на самом деле самолет, соответственно, и бомбы на нем проходят много левее цели. Из-за чего и случился промах. Попробуем теперь выполнить бомбу питания с устраненным скольжением. Итак, мы находимся в районе цели и начинаем строить заход. Опускаю нос, убираю обороты, педалями выравниваю самолет таким образом, чтобы наш шарик находился в центре и произвожу прицеливание. После того, как я вывожу шарик в центр, я педали зафиксировал и на ведение на цель произвожу только ручкой управления самолетом. То есть, небольшими кренами взять им на себя и тому подобное. Высота сброса сброс. Цель поражена. В результате данным примером мы доказали, что скольжение очень сильно влияет на точность нашего бомбометания. И чтобы избежать промаха, необходимо следить за таким элементом, как скольжение. Ну и крайний метод применения скольжения, о котором мы хотели сегодня поговорить, это его применение для оборотов во время ведения воздушного боя. Визуальных примеров, к сожалению, я не подготовил, но попытаюсь объяснить, так скажем, на пальцах. Обратимся к самому определению, что такое скольжение. В первом видео мы разобрали, что скольжение это разность между направлением полета, самолета и направлением, куда смотрит его нос. Да? Так, представили себе, вспомнили тот скриншот, представили себе картинку. Дальше, как мы берем упреждение при ведении огня? Мы стараемся стрелять перед носом самолета противника, да? Согласны. Но, вспоминая, что самолет идет со скольжения, то все наши снаряды, которые мы будем выпускать перед носом противника, мы будем выпускать в пустоту, потому что самолет при этом летит немного другим направлением, и из-за этого будет промах. следует учитывать один момент, что использовать скольжения для обороны очень долго не следует, потому что, во-первых, вы теряете скорость, во-вторых, противник рано или поздно все равно по вам пристреляется. И скорее скольжение для обороны это такой небольшой бонус, который можно использовать в какой-то мертвой точке во время выполнения мертвой петли, или во время горки куда-нибудь на солнце, когда противник вас еле-еле видит сзади, его слепит солнце, а еще плюс ко всему вы теряете скольжением, и соответственно есть большая доля вероятности, что первые одну-две очереди он по вам промажет. Ну, в принципе, это все, что я хотел сегодня отразить. Я, скорее всего, или возможно, что-то забыл, что-то не учел, какие-то элементы и методы применения, поэтому жду ваших комментариев. Если где-то что-то объяснил непонятно, тоже можете спросить, может быть, переделаю видео, может быть, удастся это все вам объяснить в комментарии и, соответственно, развеять те или иные непонятки. Всем спасибо за просмотры, надеюсь, был полезен. Всем удачи и пока!